Привет, ребята! Сегодня мы продолжаем нашу Камасутру с селекторами в CSS и сегодня же мы ее и добьем. Итак, для начала я хотел бы вас познакомить со старым селектором, который называется универсальный селектор. Сейчас он, я не видел, чтобы его сейчас использовали, но все-таки на старых проектах он часто попадается и вы можете его встретить. Задается он следующим образом. Сначала ставится звездочка, а потом в фигурных скобках мы указываем необходимые нам стили. Суть этого селектора в том, что он применяет стили сразу ко всем элементам сайта. И раньше он использовался для того, чтобы обнулить полностью все стили для элементов сайта. Например, убрать отступы, поля и так далее. Это необходимо было для того, чтобы в каждом браузере сайт изначально смотрелся одинаково. И верстальщик, например, вставил универсальный селектор, персал марджин 0. Видите, сразу у всех элементов отступы пропали. И, например, еще давайте padding 0 напишем и пропадут также все поля. И уже потом, когда дальше он верстал сайт, он все заново перепрописывал. Но сейчас есть normalize CSS и там уже вот эта проблема решена и все используют его. Поэтому, как бы, вот этот селектор, он устарел, но вы можете на него нарваться. Поэтому показываю. Дальше. Следующие типы селекторов, которые мы будем называть, можно отнести к комбинированным селекторам. Давайте я тут так и напишу. Заведем тег h2 и напишем комбинированные селекторы. Суть этих селекторов в том, что они состоят сразу из нескольких селекторов. И еще тут же есть такая фишка, что в комбинированном селекторе могут быть другие комбинированные селекторы. Вот такая вот, друзья, как я уже говорил, камасутра. Но не пугайтесь, все намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Итак, давайте познакомимся с первым видом комбинированного селектора. И для этого вот сюда давайте добавим еще один класс, который потом удалим. Назовем его, например, desk2. Итак, этот вид называется мультиклассы. И он заключается в следующем. Например, мы хотим... Ну, давайте сделаем из синего красный цвет. Напишем здесь desk2 и напишем colorred. Так. И видим, у нас текст стал красным. Если же мы разместим его повыше, то есть над обычным деском, то вы увидите, что ничего не поменялось. Почему? Еще раз напоминаю, что из-за того, что сначала идет красный цвет, браузер его применяет, но потом он видит класс desk, и там прописан синий цвет. Помним, что у этого абзаца два одинаковых класса. И он накладывает его поверх красного, а красный, соответственно, уходит отдыхать. Вот так, ребят. Но мы можем прописать другим путем. Это мультикласс. Задается он обычно без пробелов. То есть пишется сразу несколько селекторов без пробелов. Точка у нас получается .desk2. И давайте мы еще напишем .desk. И получается, видите, у нас здесь идет уже красненький цвет, потому что вот такая надпись, она по приоритету выше, чем вот эта. Но сразу хочу сказать, что по приоритетам в селекторах у нас будет вообще отдельное видео, и я там подробно про него расскажу. И еще один момент. Обратите внимание, что в комбинированных селекторах могут встречаться не только сами комбинированные селекторы, но и любые селекторы, которые мы до этого проходили. Например, у меня тут, видите, селектор мультиклассов состоит из классов, но мы можем спокойно задать вместо какого-нибудь класса селектор тегов. Например, у нас там идет тег P с этими классами. Давайте мы его сюда добавим. Вот. И получается уже, видите, вот такой мультикласс сразу из трех селекторов. Или вот это мы можем удалить вообще. И опять-таки этот мультикласс состоит из селектора тегов и селектора классов. И здесь мы в комбинированных селекторах можем использовать любой вид селекторов, которые изучали. Это и идентификатор, и класс, и селектор тегов, и селектор атрибутов, и комбинированные селекторы, которые мы рассмотрим далее. Итак, думаю, с этим понятно. Давайте мы вот эту штуку отсюда удалим. Так, Деск 2 тоже удалим. И следующий вид селекторов, который мы с вами рассмотрим, это будет, будут, будут, будут. Давайте мы сразу их сюда и напишем. Вложенные селекторы. Так, вложенные селекторы. Суть этих селекторов мы сейчас рассмотрим. Только давайте мы для этого подготовим небольшую почву для будущих испытаний. Этому тегу P мы зададим класс. Ну, давайте просто напишем тест. Вот. И внутри него пораставляем обычных тегов. Будем использовать и селектор классов, и селекторы тегов. Так, далеко, далеко. Давайте мы сделаем. Смотрите, у меня подключен плагин Emmet. Я нажимаю Ctrl-Shift-A. Ну, выделяю нужный фрагмент. Нажимаю Ctrl-Shift-A. И вот тут появляется окошечко в редакторе Brackets. И я тут ставлю, например, тег E. И у меня он здесь прописывается. В других редакторах могут быть другие комбинации клавиш для плагина Emmet. Поэтому, учусь, что изучайте сами справку. Далее. Здесь давайте гласных и согласных. Мы сделаем Ctrl-Shift-A в теге B. Так, дальше. Что еще мы с вами сделаем? Давайте взгляд продолжил. Так, Ctrl-Shift-A. Поставим тег E. И здесь жареные даже тоже поставим тег E. Затем мы сделаем еще один тег B. Так, и потом мы поставим большой такой тег E. Вот целое предложение выделим. Так, и внутри него. Так, коварных ручеек давайте выберем. Мы поставим тег B. То есть, вот это все, пожалуйста, повторите за мной. Чтобы именно вот такая конструкция была, она нам понадобится для изучения следующих комбинированных селекторов. Итак, начнем с вложенных селекторов. Вложенные селекторы, они задаются, в отличие от мультиклассов, через пробел. Итак, пишем первый вложенный селектор. Так, давайте B и пишем ColorRed. Как видите, у нас ничего не покрасилось, поэтому давайте мы сделаем по-другому. Напишем E, B, ColorRed. И смотрите, что это означает, что все теги B, которые находятся внутри тегов E, они будут покрашены в красный цвет. Ну и, соответственно, видим, текст стал красным. Можем сюда добавить вместо этого селектор классов. Например, Test. Давайте мы сделаем точка Test и вот так. То есть, у нас ничего не поменяется, но суть, смотрите, все теги B, которые находятся в тегах E, которые, в свою очередь, находятся в классе Test, они будут красного цвета. Текст, видите, да? Вот он у нас пошел. Если мы здесь уберем этот тег E, то у нас полностью все теги B станут красного цвета. Вот такая штуковина. Теперь, опять-таки, я все это выделяю. Нажимаю Ctrl D. Это в редакторе Brackets. Я дублирую нажатие клавиш. И теперь разбираем следующее. Следующий вид селекторов. Он называется дочерние селекторы. Так. Дочерние селекторы. Ребята, здесь сначала, прежде чем что-то объяснять, давайте мы тут поставим Test 2. 2. Необходимо рассказать, что такое родитель и что такое ребенок. Родитель – это тег, который содержит внутри себя детей. Ну а дети, соответственно, это теги, которые находятся внутри родителя. То есть, если мы будем разбирать, например, на примере списков, вот наш тег UL. Он является родителем для всех вот этих тегов Lee. Видите, да? Вот. Если разбирать наш абзац, то он является родителем для всех тегов, которые находятся внутри него. Но, смотрите, вот этот тег, давайте я на новую строчку перенесу, B, точнее вот этот тег B, он уже не является ребенком для нашего P. Почему? Потому что он является ребенком для И. То есть, смотрите, И является ребенком для тега P и является родителем для тега B. То есть, вот это очень важно понимать, потому что иначе вы будете путать те же самые вложенные селекторы и дочерние. И сейчас мы их разберем. Итак, сделаем, давайте, дубликат. Ctrl-D. Так, и здесь вместо пробела мы можем поставить угловую скобку. Давайте, знак получается больше у нас идет. Вот. То есть, что мы здесь указали? Только давайте я тут тест 2 поставлю. У нас же уже там идет второй абзац. Вы тоже не забывайте менять вот этот класс. Добавляйте сюда циферки по ходу занятий. Так, тест 2. И обратите внимание, что если в первом случае, когда мы использовали вложенные селекторы, все теги B стали жирными, красными, то здесь у нас получается только два тега B стали красными. Потому что вот этот тег B, он не является ребенком нашего тега P. Он является ребенком вот этого большого тега I, видите, внутри которого он находится. И поэтому вот красный цвет к нему не применяется. Вот для этого я вам все это сейчас и рассказывал. Так, думаю, с этим тоже понятно. Теперь двигаемся дальше. Так, делаем еще одну копию абзаца. Так вот. Давайте я сброшу пониже. Так, и следующий вид селекторов, который мы разберем, называется... Сейчас я посмотрю, что я хотел вам дать. Называется... Так, родственные, соседние. Давайте сначала соседние разберем. Так, соседние селекторы. Селекторы. Здесь ставим уже троечку, чтобы стили, которые мы применяли до этого, не применялись к этому. То есть, видите, да, как мы работаем? Мы при помощи комбинированных селекторов контролируем, чтобы определенные стили применялись только к определенному абзацу. Так, и вот здесь мы можем тоже поставить пробелы для большей наглядности кода. Но будет работать и без пробелов. Вот эта штука. Итак, соседние селекторы. Мы указываем... Давайте я сразу сделаю дубликат. Так, здесь поставлю 3. И тут вместо... Получается... Вот этого... Вместо знака больше. Мы поставим просто B. И тут напишем плюс I. Вот так вот. Опять-таки, обратите внимание, можно делать без пробелов. Просто так нагляднее в коде. Итак, смотрим, что же делают соседние селекторы. Соседний селектор, он красит тег, который находится рядом с другим тегом. То есть, является соседом. Смотрите. Мы покрасили тег I. То есть, что мы указали? Для всех тегов I, которые находятся рядом с тегом B, который, в свою очередь, находится внутри тест 3, класса тест 3, мы делаем красный текст. И смотрите. Вот этот первый тег I, он вообще никак не оформился. Затем идет вот этот тег I. Он находится рядом с этим тегом B. Поэтому он покрасился. Вот этот тег I, видите, тут тоже идет курсивом все. Он не покрасился, потому что он же не является соседом вот этого тега B. Видите, да? Он не покрасился. Он является соседом вот этого тега I. То есть, если мы вместо B тут поставим I, то вы увидите, что вот этот текст уже покрасился. То есть, потому что он является соседом тега I. То есть, ну вот такая штука. Все достаточно просто. И я думаю, что вы сможете легко с этим разобраться. Так. С соседними понятно. Теперь давайте родственные. Они похожи на соседние, но действуют, так скажем, более массово. Так. Так, так, так. Родственные селекторы. Угу. Так, сохранимся. Здесь поставим четверочку. Далее. Что делают родственные селекторы? Они очень похожи на соседние, но только не действуют сразу на все теги, которые идут после определенного селектора. Ну, то есть, на все селекторы, которые идут после определенного селектора. Здесь ставим четверку. Здесь давайте вместо знака плюс поставим тильду. Знак тильда. Вот он. И смотрите, у нас все теги. Получается, что мы тут говорим браузеру? Взять все теги I, которые идут после тега B, и которые находятся в классе TES4, и покрасить их в красный цвет. То есть, смотрите, вот наш первый тег B. Видите, он идет. И после него все теги, которые встретятся, все теги, которые будут идти I, они будут красного цвета. То есть, если мы даже здесь поубираем... Давайте вот я оставлю только первый тег B. так... Вот он идет у нас. Так, больше я вроде ничего не оставил. То видите, все равно все теги I покрасились в красный цвет. Они идут потому, что после вот этого тега B. То есть, если был бы соседний селектор указан, покрасился бы только вот этот тег. А так как у нас родственные, то все идут теги I, которые после тега B красятся в красный цвет. Причем, обратите внимание, первый тег, он уже не красится. Ну и опять-таки, проверить как. Ставим плюсик, и видим, покрасился только один тег I. И все. Так. Ну, в принципе, думаю, здесь понятно. Теперь давайте разберемся с последним. С последним видом селекторов. Это список селекторов. Давайте мы опять-таки сделаем дубликат. Так. И тут напишем список селекторов. Сохранимся. И как действует список? Список мы просто указываем селекторы через запятую. Так. Давайте мы тест 5 напишем здесь. И смотрите. То есть, мы можем указать тег B, запятая, тег I, и затем ставим фигурные кавычки. Это означает, что для всех тегов I на странице, и для всех тегов B мы задаем цвет. Давайте зеленый сделаем. Видите, да? То есть, вот применился зеленый цвет. Видите, тут идет. Тут просто идут повыше в приоритетах классы, поэтому он не работает. Но теперь давайте мы сделаем более, ну, сделаем так, чтобы этот зеленый цвет применялся только к вот этому пятому абзацу, то есть, где идет класс тест 5. Поэтому в этом комбинированном селекторе в списке мы используем внутри другие комбинированные селекторы. То есть, мы тут указываем точка тест 5. вот так вот. И здесь делаем то же самое. Точка тест 5. То есть, для всех тегов I и для всех тегов B, которые находятся в классе тест 5, мы ставим зеленый цвет. А выше, видите, уже ничего не трогается. Вот. Ну, ребята, в принципе, на этом все. Если было полезно, ставим лайк. Если понравилось, ставим лайк. Спасибо за внимание. На связи с вами был Серега. Субтитры сделал DimaTorzok